Друзья, здравствуйте! Весной этого года обещал рассказать еще раз о пруде в Калужской области, Боровский район. Мы запустили в этом году осетра и карпа. Вообще планировали здесь его кормить. Это пруд при храме, и здесь планируется выращивание рыбы на стол. Там трапезная, люди приезжают, кушают, храм активно обустраивается, реконструируется. Здесь достаточно популярное место, потому что бьют родники. Этот пруд питается родниками. Здесь было поле, мы в этом ролике покажем этапы строительства, покажем коротко о том, как мы зарыбляли этот пруд. Построен лет 5-6, может быть, 7, по-моему, 5-6 лет назад. Гидроизоляция глиняная. Сняли плодородный слой, в процессе выемки грунта выбрали пласт самой тяжелой глины. Из этой глины выполнили устройство дамбы, и часть глины тромбанули по чаше. Далее запустили воду из родника, и, собственно говоря, пруд наполнился водой, и там есть труба перелива. Потихоньку чаша забилась, но, в принципе, это не так важно. Главное, что у нас эта дамба не намокает, не движется. Это говорит о том, что у нас хорошо выполнена дамба плотно, твердой глиной, соответственно, нету фильтрации воды в дамбу, я не тону. И, в принципе, в первые годы я никогда не тону, никогда она не плыла. То есть, это хорошо выполненная работа. Пруд всегда холодный был, и достаточно такой приятный зеленый оттенок. В этом году запустили 200 килограмм карпа, 200 килограмм осетра, и карп, видимо, намутил воду, и она стала коричневая. Илья, она сразу, да, стала коричневая в течение месяца. Потемнело, потом чуть-чуть осела глина, цвести начал. То есть, вот мы уже видим, что ох, как плеснулось хорошо. Это карп плеснулся, карп кои. Здесь вот такие еще карпы кои плавают. То, о чем я и говорил, что карп все-таки такая рыба очень сильно роется в грунте, и пруд стал такой более коричневый. Мне кажется, это у него меньше стал нравиться. Поэтому в будущем карпа выловим, и, наверное, может больше в осетровых уйти и так далее. Но далее мы расскажем, покажем этапы строительства, каким он был до карпа. Сейчас вы видите, он такой коричневенький. Но, я не знаю, с чем связано, карпа не вылавливались, да? Вот. Но он то более коричневый, у нас есть видео, где покосили траву прям коричневая-коричневая вода, то потихоньку оседает почему-то глина, и он светлеет, да? Соответственно, поднимается, ил постоянно поднимает карп, и он из-за этого и чаще цветет. Еще и в нашу жару подмосковной этого года он еще и зеленел активно. Ну, вы видите, у нас камыш лесной растет, рогоз широколисный, а соки здесь, ну, видимо, то, что у нас растет в дикой природе, все это самосевом заросло, но вода недостаточно прогревается, и не зарастает весь пруд, то есть он достаточно, считаю, чистый. По зиме он очень богат кислородом, потому что втекает постоянно ручей, там 80-90% растворенного кислорода, несмотря на то, что там все маленькая полынья. Сейчас по лету я хотел заснять, но у меня сломался оксиметр, все никак не куплю. Так-то бы я бы, конечно, с удовольствием здесь его оставил в динамике, посмотрели бы, что происходит днем, утром, ночью, самое главное ночью, насколько падает уровень кислорода в пруду при цветении. Вот, ну вот мы видим, раз карп кои огромный вышел, вот карп кои выходит такой оранжевенький, ходит по поверхности и там дальше. Ну, у нас мы запускали и больших карпов же сюда, почему-то их не видно, может под вечер. Ну и, соответственно, раз мы запустили карпа, то нужно будет запускать сюда и хищников каких-то, я не помню, Калугу-Белугу запускали, мы не запускали, но, видимо, сюда мы... А, мы сюда на Лима запустили зимой, по-моему. Нет? Может быть. Ну, в общем, будем сюда еще запускать хищников. Далее, друзья, в видео мы покажем этапы строительства, каким он выглядел до запуска карпа в пруд, каким карп... Мы покажем вид сверху, насколько он стал коричневым после посадки большого количества карпа и как он очистился. Ну, что ж, друзья, смотрим. А я с вами прощаюсь. Ох, как плеснулось. Эх, жалко, надо было стоять. Что-то они все там плещутся. Нет, чтобы плеснулись на фоне съемок. Ну, что ж, друзья, я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами. Мы с вами. Строим пруды правильно. Я традиционно желаю всем добра. Друзья, здравствуйте еще раз. Сегодня рассказываем о пруде в глиняной гидроизоляции с питанием воды из родника. И вот вы видите поле, где был построен пруд около восьми лет назад. Богатая трава, как вы видели, говорит о том, что богатые почвы, глинистые, суглинистые. И вот, что получилось. Фотография через год. Пруд наполнился после проведения земляных работ. Вы видите, маленький пруд. Это пруд перед тем, как родник уже поступает или переходит в ручей, который питает пруд ниже. Вот. Видите? Еще пруд недостаточно сильно зарос. Прошел только один год. Вода холодная в этом пруду. Он не так быстро зарастает по этой причине. И вот вы видите, как начало процесса стройки. Мы снимаем плодородный слой, складируем его. Делаем запас на будущее благоустройства. Это территория перед храмом. В Калужской области. Боровский район. Недалеко от города Боровска. Я в комментариях скажу, что за поселок. Я, честно говоря, забыл уже. Это была не коммерческая стройка. Подрядчики не зарабатывали на ней. Финансировался наш клиент, наш заказчик. Эту работу. И сложили плодородное слой отдельно. А грунт вывезли. Часть грунта ушла на производство дамбы. Ниже, в правом углу, дамба около метр двадцать, метр тридцать высотой. Уплотненная и широкая. В верхней части, по-моему, четыре-пять метров. В нижней части до двадцати метров получилась дамба глиняная. Там, в этой части, делается пологий берег, чтобы дамбу не размыло. Выбирается тяжелый грунт, выбирается прослойка самой тяжелой глины из котлована. И из нее мы делали дамбу, уплотняли, чтобы дамба не была такой водонасыщенной. Вот видите, насколько полон водой. Это благодаря родникам. То есть протекает очень обильный ручей после родника. Родник формируется из прослойки известняков. На глубине около 10-12 метров. Мощный горизонт известняков. Вода выше по рельефу впитывается. Проходят все слои грунта. Упирается в водоупорный горизонт глиняный. И по прослойке известняка вода ниже по рельефу течет. И выходит, в данном случае она выходит перед рекой. Река, по-моему, нара. Там что-то не протва. Сейчас уже не помню. Либо протва, либо нара. По-моему, может быть даже протва. Я подскажу в комментариях. Напишу об этом. И вот вы видите родник. Этот родник уже немного пересох. То есть он высокий. И последние три года воды мало поступает. Не знаю, с чем это связано. Может быть со строительством выше по рельефу. Или же просто с изменением уровня осадков в этих годах. И мы с соседнего родника пустили в воду. Родник чуть ниже, метров на пять. Мы прокопали трубу. И теперь еще второй родник питает этот пруд. Чтобы он не пересыхал. Но пруд уже, я думаю, достаточно длинный замок. Достаточно водоупорный. Там он забивается и листыми частицами с годами. И думаю, что сейчас даже уменьшится объем воды. Поступаемый в этот пруд. Он так быстро не обмелеет. Он разорос рогозом. Камышом. Какими-то видами осок. Это рогоз, судя по всему. Самосевный. И в этой части мелководная зона. Поэтому в этой части рогоза больше, где я стою, чем в остальных частях. Там начинается сразу более глубокая зона. По этой причине он и так быстро зарастает. И вы можете также и спланировать. Если будете строить себе глиняный пруд. Там, где вы хотите, чтобы было меньше растительности. Там нужно выходить на глубокую зону сразу. Вот видите, в центре красное пятно. Это карп кои. Здесь в пруду живут карпы кои. Карпы кои уже достаточно большие. Килограмм 10, я так понимаю. Сантиметров 70-60 в длину. И иногда их видят. Конечно, на удочку они не ловятся. Видимо, хватает еды им в этом пруду. Но если вам нужна большая осыпь карпа, то, пожалуйста, обращайтесь. Боровский район. Церковь, по-моему, Николая Угодника. Село Русиного. Вот, село Русиного я вспомнил. Приезжайте, очень красивые места. Вкусно готовят. Можно покушать, попить чай, кофе. И тут около трех прудов. Вот пока мы ходили, прошел дождь небольшой. Место, по-моему, очень красивое. Людей приезжают очень много. Просто отдохнуть, погулять. Некоторые приезжают окунуться в льняную воду. Кто-то делает регулярно. Друзья, у меня к вам вопрос. Пожалуйста, напишите, что бы вы добавили к этому пруду. Первый вопрос. Второй вопрос. Ох, как красавчик. Видите? Карп. Большой карп. Красного цвета. Может быть, там где-то будет желтый. Когда я гулял, видел желтого. Второй вопрос. Как вы, если кто-то строил пруд глиняный, как вы укрепляли берега, ваш опыт расскажите. И задавайте вопросы или замечания, что вам не нравится. Если есть вопросы, как еще можно укрепить глиняные берега, это, разумеется, может сделать с камнем. Ну, это будет не очень натурально. Можно к данному пруду с глиной уложить просто местами валуны большие. Вот, по желанию. Вот. Но, но в целом, и сейчас такой, в общем-то, тренд и на то, чтобы пруды были более натуральными. Чтобы, если делается искусственный пруд, просят подвезти газон непосредственно ближе к воде. Ну, что ж, друзья. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Мы расскажем в следующей серии о том, покажем родник, который питает данный пруд. Покажем родник, который еще рядышком, три родника, которые вытекают в этом месте, в село Русиного. Там еще два пруда у нас. Один побольше, другой поменьше. Вот. И один из них в резиновой гидроизоляции. И объясним, почему. Делать все-таки резиновую гидроизоляцию, несмотря на то, что там избыток воды. Ну, что ж, друзья. Подписывайтесь на канал. Не забывайте радоваться жизни. И всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...